На первой же сессии новоиспеченные депутаты приняли изменения в ряд законов Ненецкого округа. Один из них разработан в целях обеспечения прав граждан на получение отдельных региональных льгот и мер социальной поддержки в рамках изменяющегося федерального законодательства, которое касается повышения пенсионного возраста. Законопроект, направленный на сохранение льгот окруженным пенсионерам, был внесен еще депутатами прошлого созыва, принимается новыми. Впрочем, суть и это не меняет. Изменения заключаются в сохранении льгот и мер социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста на прежнем возрастном уровне. Так, проектом закона округа предлагается привязать в отношении лиц предпенсионного возраста условия предоставления соответствующих региональных гарантий не к факту назначения страховой пенсии по старости, а прежде всего к факту достижения женщинами возраста 50 лет и мужчинами возраста 55 лет. Таким образом, действующие на данный момент региональные пенсионные льготы предлагаются сохранить за жителями округа независимо от грядущих пенсионных преобразований на федеральном уровне. В частности, для указанных категорий граждан сохраняются льготы по уплате транспортного налога, в том числе освобождение от его уплаты в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, право на льготный проезд на общественном автомобильном транспорте на оказание бесплатной юридической помощи для неработающих граждан предпенсионного возраста. Также сохранятся субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одиноких неработающих граждан, а также семей, состоящих только из неработающих граждан предпенсионного возраста. Единовременная социальная выплата в размере 4000 рублей будет предоставляться оленеводам и чумработницам, достигшим возраста 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин, которые были заняты в оленеводческом хозяйстве округа не менее 5 лет. Также закон касается предоставления права на оплачиваемые один раз в два года проезд к месту использования отдыха и обратно несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении неработающих лиц предпенсионного возраста, а также предоставления указанной категории граждан ежемесячной компенсационной выплаты на содержание детей. Меры соцподдержки ветеранов и граждан, приравненных к ним, будут также предоставляться по достижению возраста 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин, а не при условии назначения пенсии по старости. За предпенсионерами закрепляется право на получение ежемесячной компенсационной выплаты 308 или 3500 при соответствии установленным требованиям цен за проживание в округе, наличие соответствующего стажа работы в регионе и уровня дохода гражданина. Кроме того, мы помним, что есть ряд постановлений, которые приняты администрации, которые касаются зубопротизирования, авиаперевозки, речной транспорта. То есть у нас все мы льготы намерены сохранять и сейчас как раз мы предлагаем вот этот закон принять для того, чтобы сохранить в неизменном виде все региональные льготы. Действие принятого закона распространяется на лиц, право на пенсию у которых возникает в соответствии с пенсионным законодательством России не ранее 1 января 2019 года. Итогом рассмотрения вопроса на сессии стало его принятие в первом и втором окончательном чтениях. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова